В курортной зоне Боровое началось заседание Совета главправительств СНГ. Планируется рассмотреть широкий круг вопросов деятельности Содружества. Например, принятие проектов по совместным действиям стран Альянса в финансо-экономической сфере, стратегии по обеспечению транспортной безопасности на территориях государств-участников при осуществлении перевозок в международном сообщении. Это лишь малая часть повестки дня. Более подробной информацией поделится мой коллега Сабиба Ибусинов. Он на прямой связи со студией. Сабиб, доброе утро. Какие новости к этому часу? Доброе утро, Злиха. Как вы можете видеть, она у нас очень солнечная. Маленькая Швейцария, как в народе называют курортную зону Боровое, сегодня стала местом переговоров главправительств СНГ. Все действия проходят в гостиничном комплексе на берегу озера Щученское. Отмечу, что на сегодняшнее заседание прибыли семь премьер-министров и три заместителя главправительств государств-участников Содружества. В эти минуты проходят заседания в узком составе. Если говорить о повестке дня, то ожидается, что в центре внимания будут задачи повышения устойчивости экономик стран СНГ в условиях нестабильности мировой конъюнктуры, межрегионального и приграничного сотрудничества, просто лесного хозяйства и сферы культуры. Добавлю, что главы правительств рассмотрят ход выполнения межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2020 года. Сегодня они будут говорить о мерах по ее реализации в ближайшие два года. Ну и коснутся главы правительств вопросов образования, например, о повышении квалификации работников общеобразовательных организаций государств и об учреждении знака отличник образования СНГ. Всего будет 20 вопросов. А во второй части дня планируется заседание Евразийского межправительственного совета. Примеры будут говорить о нынешнем состоянии взаимной торговли и о наращивании товарооборота стран Евразийского экономического союза. Кроме того, как было запланировано ранее, одним из документов, который будет подписан сегодня, это соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Ну, по крайней мере, известно, что в Боровое прибыл премьер-министр этой страны Нгуен Танзунг. Ну, это пока вся информация к данному часу, который мы владеем. Мы будем вас держать в курсе событий. Обязательно расскажем обо всех подробностях в наших следующих выпусках. Злиха, вам слово. Да, спасибо за подробную информацию. Из Борового, где сейчас проходит заседание глав правительства СНГ, передавал наш корреспондент Сабиба Бусинов.